Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы понимать, какое количество плательщиков касаемо налога на имущество в Гомельской области и о каких суммах идет речь. Ведь мы прекрасно понимаем, что налоги это вклад в наше будущее. Если мы говорим о имущественных налогах, то 675 тысяч плательщиков Гомельщины имеют имущественные налоги. Уже на сегодняшний день сумма известна, это 42 миллиона с половиной, которые необходимы, чтобы поступили в бюджет. На сегодняшний день, на 11 число, мы можем смело говорить о том, что более 80% уже оплатило. Если в цифрах это более 550 тысяч плательщиков уже исполнили свои обязательства, налоговые обязательства и оплатили свои имущественные налоги. То, что касается остальной категории, еще, конечно, срок есть. У нас, я еще раз напомню, что 15 ноября срок оплаты имущественных налогов. И рекомендую уже те, которые совсем откладывали на последний день, что уже этот срок подходит. И я бы рекомендовал, советовал, чтобы уже позаботились о том, чтобы произвели уплату. Какая доля налога самая крупная, если можно так сказать? Ведь граждане платят сейчас земельный налог, налог на недвижимость и транспортный налог. Да, абсолютно верно. Порядка 67%, это две трети, составляет транспортный налог. А уже остальное – это налог на недвижимость и налог на землю. А на сегодняшний день как активно платит Гомельщина? Вы знаете, у нас добросовестные налогоплательщики. И мы рады тому, что на сегодняшний день уже более 80% уже уплачены налогов. Если говорить о сумме, то это порядка 34 миллионов рублей поступило уже в бюджет. Я думаю, что и остальную часть нашего Гомельщина обязательно заплатит. Мы уже с вами поговорили о необходимости оплаты налога, сказали о сроках оплаты. Давайте поговорим о том, что будет о последствиях в случае уклонения от оплаты налогов. Первое, что когда наступит срок оплаты, это 15 ноября, за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Мы не будем говорить о сумме, какая пеня, но тем не менее она есть. Второе, есть административная ответственность. Если на сегодняшний день говорить о том, что после 15 числа человек не оплатил, конечно же, сразу его не привлекут к ответственности. Почему? Потому что мы направлены на то, на профилактические меры. После 15 ноября, то есть сразу мы не будем привлекать к ответственности, хотя за каждый день будет начисляться пеня. Но тем не менее будет еще раз смс-рассылка. Еще раз мы напомним тех, кто может по какой-то причине забыл, там отсутствовал в стране или еще какие-то причины, чтобы необходимость было оплатить. Ну а уже после этого, когда уже все мы меры профилактической направленности проведем, тогда, конечно же, административная ответственность. 15% от суммы неуплаченных налогов, но не менее 0,5 базовых величины. А если человек умышленно не уплачивает налоги, то сумма возрастает от 40% от суммы неуплаченных налогов и не менее 10 базовых величин, а это уже 370 рублей. То есть, и более того, если человек недобросовестный в данном случае налогоплательщик не будет это делать, то еще будет у него вопрос принудительное взыскание, и это еще будет госпошлина. Где эта грань? Человек не оплатил по недобросовестности, либо потому что, ну вот, дело случая какого-то, вот он не хотел, не знал, может быть, не получил извещение? Сегодня мы очень активно проводим информационно-разъяснительную работу. Эта работа начинается уже в сентябре месяце, когда плательщики получают извещение об уплате налогов. Сейчас уже единое извещение, то есть там полностью все налоги, которые ему необходимо оплатить. Также получают, если извещение не получили, получают через личный кабинет, значит, у них открыт личный кабинет. То есть там можно тоже посмотреть. И сегодня мы делаем все для того, чтобы у человека были различные формы и методы для того, чтобы произвести оплату. Начиная через интернет-банкинг, через ЕРИП, начиная через инфокиоск, отделение банка, почты и так далее, и так далее. То есть было бы желание. Мы со своей стороны побуждаем и напоминаем забывчивым нашим плательщикам. Способов множество. И мы действительно должны помнить, что до 15 ноября все белорусы просто обязаны оплатить эти налоги. Скажите, если извещение все же не пришло, бывают ли такие случаи? И не пришло даже в личный кабинет? Такие случаи, они более исключения, нежели чем правило. Да, по какой-то причине. Бывает такое, что и почтальон, когда разносил там, и у нас такие примеры есть, положили в соседний почтовый ящик и так далее. Если человек на сегодняшний день не получил на бумажном носителе, ну первое, часто бывает, пенсионеры к нам обращаются, значит, вполне возможно, что у них нету налогов. То есть они освобождены, у них есть льготы. Вторая категория, это по какой-то причине он не получил, необходимо обратиться в налоговый орган, и он там может получить дубликат. Либо открыть личный кабинет. Бывает, когда люди забыли логин и пароль, это можно восстановить. Ну а также можно через ЕРИП зайти на сайт Министерства по налогам и сборам, узнать свой ОНП через персональные данные. На сайте такая возможность есть, по навигатору можно посмотреть. И уже в ЕРИПе, когда вы внесете свой учетный налоговый номер плательщика, вы сразу увидите суммы, которые вам предъявлены к уплате. Бывают ли такие случаи, что человек не согласен с суммой? Бывают, когда предоставляют документы, подтверждающие, допустим, инвалидность. Да, и тогда происходит перерасчет. Бывают вопросы по транспортному налогу. В ходе личных приемов часто люди обращаются, говорят, что есть факт гибели автомобиля или угона и так далее. Мы разъясняем это законодательство, что в первую очередь вопрос этот необходимо решать в органах государственной автоинспекции. Почему? Потому что данный автомобиль еще стоит на учете. И мы прекрасно понимаем о том, что если на сегодняшний день человеку предусмотрена льгота и документы, не справки какие-то, а именно документы, подтверждающие эту льготу, то, конечно же, мы производим перерасчет. Давайте все-таки поговорим о льготах. Мы уже несколько раз сказали этот термин, льготы. Какие они бывают и на что они распространены? Если говорить вначале о имущественных налогах, то самая большая категория людей, которая льготируется, это, конечно же, пенсионеры. Но пенсионеры по возрасту. Напомню, что для женщин это 58 лет, для мужчин это 63 года. В отставку, когда уходят там, или еще какие-то другие выходы на пенсию, это, конечно, не подпадает. Второе, это, конечно же, наши инвалиды. Первой и второй группы. Несрашнолетние дети. Также многодетные семьи. Для многодетных, если у них есть имущество, одна квартира, две квартиры, один дом, два дома, то на все имущества им представляется льгота. А по первой категории, по пенсионерам и по инвалидам первой-второй категории, на одну квартиру, на один дом, на один земельный участок представляется льгота. Если у пенсионера есть две квартиры, то на вторую квартиру придется заплатить налог. Налоговый орган сам определяет квартиру по наибольшей стоимости и на эту квартиру представляет льготу. А по наименьшей, естественно, нужно будет заплатить налог. То, что касается транспортного налога. Да, действительно, там тоже есть ряд льгот. Но в первую очередь, это автомобили 1992 года и старшие, которые выпущены, они освобождены от уплаты транспортного налога. Вторая категория – это транспортное средство, которое приводится в движение электродвигателем. Только лишь, исключительно. Эта льгота распространяется до конца 2025 года. Дмитрий Михайлович, благодарю вас за это актуальное интервью. Спасибо и вам.